Соседи, добрый вечер! В эти выходные Боровичи отметят День города. Как к этому празднику готовится удивительный город с особой судьбой, который никогда не был первым, но и вторым себя никогда не считал, что обсудим сегодня в нашей программе с нашим гостем, депутатом Новгородской областной думы Юрием Саламоновым. Добрый вечер, Юрий Александрович. Здравствуйте, Екатерина. Добрый вечер, соседи. Юрий Александрович, о Боровичах обязательно поговорим, но жизнь, как всегда, вносит свои коррективы. На минувшей неделе Боровический район, если можно так сказать, прогремел большой бедой, огромным пожаром в деревне Перелучи. На сегодняшний момент что сделано, как там обстановка, какая помощь нужна, что власть делает для людей? Да, ровно неделю назад, к сожалению, сильная ненастья принесла огромное несчастье в деревне Перелучи, где сгорел 21 жилой дом. Буквально по горячим средам органами власти были предприняты необходимые меры для того, чтобы людям предоставить такую срочную необходимую помощь. Она была предоставлена. Сегодня люди расселены, обеспечены минимальным необходимым объемом вещей, посуды. Оказывается, материальная помощь. В этом отношении, конечно, действия были предприняты очень быстро и оперативно. Единственное, о чем бы хотелось сегодня попросить и жителей Новгородской области, чтобы откликнуться на эту беду и помочь, насколько возможно, материально погалельцам. Для этого в Опеченском сельском поселении открыт расчетный счет. На него можно перечислить средства. Информацию об этом счете есть на открытых интернет-ресурсах Опеченского сельского поселения и Боровического муниципального района. Поэтому, дорогие жители Новгородской области, пожалуйста, откликнитесь на эту большую беду жителей Перелучей и помогите, насколько это возможно. Юлий Александрович, а что в этом случае может сделать областная власть, областные депутаты, например, потому что, понятно, люди как-то соберут, что называется, с миру по нитке. А отстроить заново дома, это же огромный объем материалов, леса, в конце концов. Ну, безусловно, и поэтому сегодня на состоявшемся заседании Новгородской областной думы депутатами был поддержан и принят законопроект об увеличении объема леса, который выделяется погалельцам в Перелучах. Это решение было принято, и, конечно, оно поможет людям восстановиться. Ну, вот такая оперативная реакция. Я надеюсь, что люди смогут отстроиться, тем более и с помощью всего мира, и с помощью областной власти. Конечно. Давайте теперь о Боровичах. Потому что не часто Боровичане становятся гостями соседей, а жители Боровичей видят, смотрят нашу программу. Город к празднику готовится. Но, тем не менее, чтобы провести праздник, делается огромная работа. Нечего сказать, действительно, Боровичи официально, титульно, пусть и не первый город, но по многим объемам промышленного производства в числе лидеров стабильно. И экономическое положение сейчас очень важно и для рядовых жителей, и для власти. Вот Боровичи, понятно, есть очень мощная такая производственная основа. А есть потенциал для развития, для появления, я не знаю, новых производств, укрепления существующих? Ну, я хочу сказать, что успех Боровичей всегда был связан с их географически выгодным положением. В самом начале Боровичи развивались за счет того, что он находится на водном речном пути, ниже Мстинских порогов. Позднее Боровичам повезлось тем, что город стоит на месте рождения огнеупорных грин. И этот фактор до сегодня играет очень важную роль в жизни города. В настоящее время Боровичи располагаются между двух столиц и неподалеку от транспортных магистралей, которые связывают эти два мегаполиса. И, собственно говоря, у боровичан и у боровических предпринимателей, а сегодня отмещается День российских предпринимателей, с чем их поздравим. Да, пользуясь случаем. Пользуясь случаем, их поздравим. Так вот, у боровического бизнеса есть возможность укреплять экономические и деловые связи с двумя очень мощными в экономическом плане регионами столичными и привлекать на боровическую землю, в том числе, туристические потоки. Тут важно только помнить, что возможности это не определяют, не являются гарантией успеха. Возможности есть у многих, а вот выдающихся результатов достигают только те, кто проявляет настоящее трудолюбие и упорство. Надеюсь, что боровичам удастся и в этот раз с этим справиться. И немаловажный фактор в том, что город входит в федеральную программу поддержки моногородов, поэтому этим тоже город успешно пользуется и возникают новые промышленные производства. Знаете, сейчас существует такой термин, такая даже стратегия, это они называют люди новой нефти, вот что нужно вкладываться в людей. Понятно, у боровичей выше уровень жизни, у людей выше зарплаты, но когда люди что-то получают, честно зарабатывая, они становятся требовательны. В боровичах сейчас есть возможности для личностного развития у людей? А то заводы, 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 один ресторан, отдохнуть негде, я не знаю, дворцы спорта, дворцы культуры, общественные пространства для отдыха. Как с этим дело? Да, в боровичах, безусловно, есть возможности для личностного развития людей. И в первую очередь я бы начал с базы, с того, что успех личного развития человека зависит от его образования. Вот несмотря на все те огромные трудности, которые испытывают сегодня педагоги, боровические школы ежегодно выпускают десятки золотых медалистов. Это факт. Боровическая молодежь занимает призовые места и побеждает в общероссийских национальных конкурсах профессионального мастерства. Вот буквально в начале этого года одна из студенток педагогического колледжа, Яна Федотова выиграла золотую медаль на национальном чемпионате молодых профессионалов. В городе работает несколько учреждений культуры, спорта, действуют творческие объединения. В частности, боровичи претендуют сейчас на звание города, литературного города. Я искренне надеюсь, что талант боровических прозаиков и поэтов позволит боровичам получить это хорошее звание. Но условия для развития есть. Важно только хотеть и действовать. Сейчас многие районные центры, благодаря различным федеральным, региональным программам, преображаются, меняют свой облик. В боровичах что происходит? Вот как преображаются зоны отдыха для горожан, общественные пространства? Главное, сами боровичане оценивают это, они бережно относятся, сохраняют то, что делается для них? В нынешнем году, на мой взгляд, главное преображение боровичей происходит на набережной. Из малолюдного и мало посещаемого боровичанами места она должна превратиться в полноценную зону отдыха с большим количеством точек притяжения. И я уверен, что в скором времени наша набережная станет новой визитной карточкой боровичей. Это в этом году уже должны быть совершены работы, да? А в планах что? И в этом же году завершатся работы на Екатерининской площади, там откроется новый городской фонтан. Это площадь в центре, историческом центре боровичей. Ее открытие намечено на День города, который будет праздноваться в этом году 29 мая. Поэтому, я думаю, боровичане порадуются этому событию тоже очень сильно. Я не могу не сказать о боровическом бизнесе, потому что, с моей точки зрения, не знаю, согласятся соседи или нет, но это такая, знаете, особая каста. Вот такое, действительно, купечество со своими традициями. И яркий пример тому, то, что боровический бизнес готов забыть о своих личных интересах ради интересов города. Вот что по этому поводу говорит глава боровичей, Олег Стыкин. Давайте послушаем, после продолжим. Бизнес в нашем городе действительно участвует и активно участвует в жизнедеятельности нашего города. Я думаю, что в Боровичах, наверное, единственный город в нашем регионе, где имеется ассоциация товаропроизводителей, где работают и собираются все предприниматели нашего города, основного производства. И решают не только производственные вопросы, но и решают однозначно вопросы, связанные с нашим городом, те проблемы, которые возникают. Однозначно мы с ними контактируем, встречаемся, обсуждаем вместе, принимаем решения и их в дальнейшем реализуем. Я, пользуясь случаем, конечно, благодарен всем нашим предпринимателям. Не могу сказать ни одного предпринимателя, который не может, не участвовал бы в жизнедеятельности нашего города. Каждый по мере своей возможности однозначно помогает городу. Юрий Александрович, вы же коренной боровичанин. И, наверное, лучше меня знаете, как все устроено в боровичах. Вот что добавите? Вот это боровическое купечество, оно действительно такое? Вот ради родного города, родного района я поступлю своим личным интересом, лишь бы родная земля процветала, такая моя малая родина. Эта черта в боровических предпринимателях действительно проявляется, и это замечательно. Я думаю, что через век, через столетие в боровичах возрождается вот то замечательное купечество, которое было до революции. Здесь в этом отношении, наверное, для наших предпринимателей очень ярким примером может служить бывший городской голова, купец первой дидлии Шульдин Матвей Яковлевич, который руководил и городом, и был депутатом Государственной Думы в свое время. И много-много сил положил именно на развитие города. Благодаря его стараниям, при поддержке всех остального делового сообщества боровичей того времени, был построен первый арочный мост в боровичах, который на сегодняшний день знаменит достопримечательность. Я думаю, что вот следуя такому примеру, современные предприниматели могут достичь очень многого и очень хорошо украсить облик нашего города. Хорошо. А чем сегодня гордятся боровичи? Вы можете перечислить, допустим, самые яркие запоминающиеся события за последнее время? С вашей точки зрения. С моей точки зрения, наверное, самым знаменательным событием последних лет это стало 250-летие города, которое случилось ровно год назад, и приуроченная к этому юбилею масштабная реконструкция исторического центра города. Она продолжается и поныне. Одновременно с этим ведется благоустройство большого количества общественных и дворовых территорий. И, конечно же, очень таким важным событием явилось присвоение городу боровичей почетного звания «Город трудовой доблести». А об этом президент объявил? А как боровичане это восприняли? Потому что, понятно, есть города, которые... Город-герои, город воинской доблести — это всегда событие для горожан. А боровичи — город трудовой доблести. Как это в среде... Не власти именно, а простых людей было воспринято? Вы же как депутат на территории общаетесь с людьми? — Безусловно. Вообще город, жители которого помнят о трудовом героизме своих предшественников, имеет очень мощный стимул для того, чтобы справиться с любыми трудностями в любых сложных условиях и, в общем-то, добиться улучшения. Нам в этом отношении есть брать с кого пример. И, конечно, очень многие семьи имели и хранят у себя истории своих бабушек, дедушек, которые действительно работали и отдавали все силы в годы войны. Для победы. Они работали на трудовом фронте, работали в госпиталях. И это нашло очень живой отклик у большинства боровичан. Особенно тех, чьи корни глубоко уходят вот туда, в те времена. И люди это помнят и ценят. Давайте перевернемся на небольшую паузу. Соседи не переключайтесь, мы скоро продолжим. Мечта объявляет суперакцию. При заказе кухни, бытовая техника в подарок или кредит на два года без первого взноса и переплат. Телефон 33 66 66. В Виктори Плюс тотальная распродажа остатков. Дешевле не бывает. Ниже закупочной цены. Товар, выводимый из ассортимента. Чудинцева 5. ТРЦ Мармелад. Морозильные камеры Индезит. Это современный дизайн, вместительность и высокая производительность. Вот ценочки. Теперь и в Боровичах. Памятники Данила Мастер. Изготовление, оформление, установка, благоустройство. Гарантия 25 лет. Гибкая система скидок. Лорак Трейд. Более тысячи моделей велосипедов и самокатов в одном месте. Велосалон Лорак Трейд. Большая Санкт-Петербургская 95-1. День сменяет ночь. Зиму сменяет весна. Меняетесь вы. Мы остаемся. С вами 10 лет. Ваши такси. Три семерки, три шестерки. Нужен забор? Запиши телефон. 909-111. Фирма Мастер Авид. Работаем по всей области. Весь май при покупке входной двери Торекс. Монтаж в подарок. Гарантия качества и лучшей цены. Торекс. Уверенный выбор миллионов. Записаться на прививку от коронавируса можно на портале госуслуг в многофункциональных центрах моей документы и по телефону горячей линии 122. Пройди вакцинацию. Это безопасно, просто и необходимо. Каждый четвертый новгородец смотрит НТ. Круглосуточный телефон рекламной службы 63 90 30. Это программа «Соседи». Напомню, в гостях у нас сегодня депутаты Новгородской областной думы Юрий Саламонов. Юрий Александрович, подводя итоги работы, ведь в этом году Новгородская областная дума заканчивает свою пятилетнюю работу. Что бы вы отметили для себя лично? Я отмечаю в первую очередь значительно выросший интерес людей к тому, что делает на сегодняшний день власть. Люди требовательнее стали? Как вы считаете? Люди и требовательнее, и они дотошнее, детальнее вникают в те решения, которые принимаются. То есть на сегодняшний день внимание со стороны всех слоев населения, оно бывает и критическое, оно бывает и позитивное, оно бывает просто любопытство проявляют люди. А что там в думе и что вы сегодня приняли? Но вот это за пять лет внимание людей, конечно, в значительной степени увеличилось в деятельности депутатов и вообще органов власти. Я думаю, что в значительной степени этому способствует и развитие социальных сетей, где все злободневные вопросы современности быстро опубличиваются, они горячо обсуждаются. И поэтому, конечно, людям интересно узнавать что-то не только из СМИ и из соцсетей, но и из первых рук того человека, который участвует в работе органов власти. А вы свою работу строите в социальных сетях тоже как депутат? Потому что, мне кажется, в Боровичах, судя по социальным сетям, население очень активно. Население действительно активно. Но я ставлю перед собой задачу не потерять и живую связь с людьми. А это самое, да? Да, да, да. Через социальные сети можно хорошо понимать настроение людей и общую их оценку тех или иных процессов. А вот самые-самые болевые точки, они все-таки высказываются лично, когда встречаешься с человеком. Ну, вы знаете, я живу на территории своего округа, в Боровичах, бываю в Боровическом районе и Любытинском районе, которые являются частью моего округа. И, конечно, люди задают самые разные вопросы, где бы ты ни встретился. А на улице подходят и говорят, Юрий Александрович, что же вы там в своей думе-то? Да, да, совершенно верно. Подходят на улице и подходят и в магазине. Вот буквально вчера, уезжая с работы, ко мне подошел на проходной коллега-сотрудник с вопросом о депутатской деятельности, о том, какая помощь ему может оказаться. Да, да, да. И вот, понимаете, то есть люди находят депутатов везде. Важно быть открытым для этого диалога. Потому что, в принципе, в Боровичах активное не только население, там и депутатский корпус достаточно активный. И вот эта вот связь с людьми живая, она поддерживается постоянно. Плюс у меня идет постоянная живая работа с депутатами сельских поселений, которые входят на территорию. На территории, да, да, да. То есть у нас 10 сельских поселений в Боровичском районе, у меня еще два сельских поселения на территории Любытинского. Соответственно, это несколько десятков депутатов, с которыми тоже взаимодействую, и главы этих поселений. Поэтому поток информации, он велик. И вот становится более, как бы, ясно, какие животрепещущие вопросы, в первую очередь, нужно ставить перед исполнительной властью в том числе. А вы как часто приемы свои проводите? Ну, я имею в виду на территории своего округа. Ну, в допандемический период это была регулярная ситуация. Сегодня, как бы, ввиду определенных ограничений, вот приемы проводятся не так часто, как это бы хотелось сделать. Но, тем не менее, еще раз повторяю, то есть для того, чтобы связаться с депутатом, люди воспользуются и телефоном, и личной встречей. То есть тут проблемы у меня нет. Пандемия, она как-то внесет свои коррективы в празднование дня города, потому что было очень обидно, когда 250-летие боровичей откладывали, переносили. Потом оно прошло в высеченном варианте, хотя колоссальная подготовка была проведена. Как будет в этом году? Ну, в этом году в городе будет задействовано несколько площадок в различных местах города, где будут различные организованные мероприятия, и детские игры, и спортивные состязания. И представлено народное творчество, выступят артисты, будет много хорошей музыки, и, конечно, будет праздничный фейерверк. Третий в мае в Боровичах. А первые два, это было в День Победы? Нет, первый был 1 мая, потом в День Победы, и вот третий у нас будет в День города. То есть это выполняется впервые, вот такое троекратное салютование в Боровичах в связи с тем, что город получил почетное звание. А вы так хорошо программой праздника владеете? Вы, так я понимаю, какое-то личное участие, или для вас это личный праздник? Потому что, ну, депутаты и высокие чины приезжают, как, знаете, свадебные генералы и почетные гости. А вы знаете, что там, что там. Вообще, День города для вас, это такой, ну, как для Боровичанина Коренову, личный праздник? Безусловно, это личный праздник. Это вообще такой очень особенный день, когда смотришь на свой город безо всякой идеализации, но тем не менее смотришь на него глазами благодарного человека, надшедшего в нем свою судьбу. И когда видишь, что вокруг тебя таких людей достаточно много, то это действительно становится один общий праздник на всех. Поэтому я отношусь к нему так. А идеальный День города, уж простите за такой вопрос, для вас какой? Понятно, что без пандемии, без ограничений коронавирусных. А еще? Я считаю, идеальный День города, когда у каждого Боровичанина находится вот в течение этого дня место, где ему хочется побывать, где ему нравится, и где он действительно чувствует свою сопричастность к истории и к тому, что происходит в городе. У нас не так много времени остается. Что пожелаете жителям Боровичей? Может быть, и просто всем новгородцам? Потому что, кто бы что ни говорил, Боровичи – это часть нашего славного региона. За время жизни в Боровичах у меня сложилось короткое и неизменное год от года пожелание землякам к Дню города. Дорогие Боровичане, я желаю вам единства и взаимопонимания для того, чтобы наши общие усилия приводили к успеху и процветанию родного города. И, конечно, чтобы каждый из нас был в нем счастлив, любим и успешен. И еще я хочу пожелать Боровичанам, чтобы на дворе не портилась погода, купался город в солнечных лучах, и чтобы всегда, в любое время года, нам счастливо жилось в Боровичах. Присоединяемся к поздравлениям. Чьи это стихи? Пусть автор останется за кадром. Хорошо, присоединяемся к поздравлениям. Юрий Александрович, спасибо, что пришли в вашем лице всех Боровичан с наступающим праздником. И моя такая маленькая ремарка. Если бы все жители маленьких своих городов, сел, относились к своей малой родине с такой же любовью и уважением, как Боровичане, возможно, бы и жизнь наша стала чуточку лучше. Соседи, спасибо, что были с нами. Будем ждать встречи с вами завтра в 20.30. Всего доброго. До свидания. До свидания. Продолжение следует...